Всем привет! Всем привет! И за то, как Господь смог использовать его страдания на данном этапе жизни, чтобы послужить нам. Когда мы слабы, он силен. Аминь. И его присутствие тут так приятно. Я благодарю Бога за возможность донести это слово и в подкастах, которые слушают тысячи людей, и через телевидение, или другим способом. Но нам нельзя уменьшать значимость собраний, куда мы приходим, чтобы поклониться вместе. Это собрание может быть большим, как наше, или это может быть группа из пяти человек. Но когда все сердца в едином порыве сконцентрированы на нем, чтобы возвысить его и воспеть истину о нем, чтобы иметь отношение любви с ним, тогда там присутствует и сила. Бог обитает в прославлении своего народа. Во всей Библии и в обычаях церкви существует что-то такое в общем поклонении, что проявляет Божье присутствие. И многое может произойти, когда Бог присутствует в поклонении и прославлении своего народа, что не случается в другом контексте. Поэтому я всех призываю сделать это для себя высоким приоритетом, как сказано в евреям, не будем оставлять наших собраний. Собираться с другими, чтобы провести время в пении и прославлении. Я переживаю об этом, потому что во все больших кругах важность этого минимизируется. А это жизненно важно. Жизненно важно. И ощущение Божьего присутствия сегодня утром поможет вам понять, почему это так. Итак, мы проходим серию пробудей из послания к Колоссянам. И в середине ее мы делаем мини-серию на тему, как распознавать Божью волю. В качестве отправной точки для разговора о том, как распознавать Божью волю, мы используем стихи с 9 по 12 первой главы. У меня была проповедь об этих трех стихах, о том, как распознавать Божью волю, в которой было собрано несколько принципов. Но потом я решил, что нужно начать со снов, что мы и делали во время первой недели. Затем, на следующей неделе, мы разобрали еще один важный вопрос этого основания. «Говорилось о том, что Бог не является только временным консультантом, а хочет быть центром нашей жизни». Недостаточно просто искать Божью волю. Вопрос в том, откуда я начинаю ее искать. Положение, в котором вы находитесь, когда задаете такой вопрос, существенно меняет дело. Ищете ли вы Божью волю всего лишь в качестве консультации для вашей жизни? Делаете ли вы это, следуя за своими собственными целями? Каким образом мы формируем этот вопрос, как распознать Божью волю? Поэтому я подумал, что нам необходимо заложить хороший фундамент для этого. И сегодня утром, возможно, будет последняя часть этого фундамента, прежде чем я начну ту проповедь, которую я хотел произнести еще пару недель назад. Я хочу назвать эту проповедь «Отношения и общение». Отношения и общение. Потому что, как мы вскоре увидим, главное — это общение и отношения с Богом. Суть в том, что вид общения, который мы должны иметь с Богом, когда Он разговаривает с нами, а мы с Ним, всецело зависит от наших отношений с Ним. Это уникальная форма коммуникации на основе близких отношений, которые мы имеем с кем-то. И вот именно такой тип отношений мы и должны иметь с Богом. Я прочитаю один из трех стихов, которые мы рассматриваем во время изучения послания к Колоссянам. Это девятый стих первой главы, где апостол Павел говорит, «По этой причине, с того дня, как услышали об этом, мы также не прекращали молиться за вас и просить, чтобы вы исполнились познания воли Божьей». Исполнились познания воли Божьей. Вот о чем мы разговаривали эти последние пару недель по воскресеньям. «Мудрости всяческой и понимания, приносимых Святым Духом». Павел беспрестанно молится о тех христианах, которых он даже не встречал, чтобы они могли постигнуть Божью волю во всей полноте духовной мудрости и понимания. Другими словами, это очень важно. Есть еще пару стихов в послании к римлянам, 8 глава 14 и 15 стихи, на которые я хотел бы обратить внимание во время нашей проповеди. Павел говорит, «Кем движет Дух Бога, те сыны Бога». Одна из характеристик Божьих детей, «Они ведомы Духом». Дух, который мы получили, не делает нас рабами, чтобы мы вновь жили в страхе. Напротив, Дух, который мы получили, принес нам усыновление. И этим Духом мы можем взывать Ава Отче. Ава значит «дорогой отец», и можно даже перевести как «папочка». Дух Божий, который действует в нашей жизни, не порабощает нас, чтобы мы опять были в страхе, но вселяет чувство усыновления, благодаря которому мы можем сказать, «Папа, папа». И это совершенно нормально, когда Дух Божий ведет детей Божьих. Давайте помолимся. Дух, научи нас. Научи нас сегодня утром тому, что нам необходимо узнать о тебе и о воле Божьей, о том, как нам реагировать на Божью волю, о наших взаимоотношениях с Богом, которые дают нам познание воли Божьей. Отче, молюсь о том, чтобы ты использовал эту проповедь и то помазание, которое присутствовало уже целое утро. Господь, я молюсь, чтобы оно продлилось и усилилось в два раза через каждое слово, выходящее из моих уст. Вдохнови их твоим авторитетом, а не моим. Запиши это все в наших ушах, сердцах и разуме. Строй свое царство, разрушь все твердины и сделай нас свободными. Молюсь я всех тех, кто слушает нас в подкасте, в интернете, где бы они ни были прямо сейчас и что бы они ни делали, сделай то же самое и для них и наполни то место, где они пребывают Святым Духом. Они могут быть и на улице, может, на пробежке. Окружи их Твоим Духом, влияй на них, влияй на нас через эту проповедь отношения и общения. Во имя Иисуса. И все люди Божьи сказали. Аминь. Аминь. Детей Божьих должен вести Святой Дух. И Павел предполагает, что это один из критериев, который характеризует Детя Божье. Дух Святой ведет нас. Дух ведет всех детей Божьих. И во всей Библии мы можем найти, как Господь в разное время и разными способами говорил к людям. Он имел разговор со своими людьми. Он Бог, который разговаривает. В Новом Завете Дух Святой постоянно ведет людей. Прочитайте, например, Диане. Дух Святой посылает группу верующих в определенное место и, обращаясь к Павлу, говорит, не иди туда, а иди сюда, не иди в Вифинию, а иди в Макетонию. Они направлялись Святым Духом. На протяжении всей Библии Бог говорил со своими людьми, а они говорили с ним. Между ними происходил разговор. И я верю, что Бог до сих пор говорит. Я не думаю, что Он замолчал. Я действительно так считаю. Он не изменился. Он вчера, сегодня и всегда один и тот же. Он является таким Богом, который все еще хочет говорить со своими людьми. На самом деле, мне трудно представить такие отношения, в которых не происходит разговор. Я разговариваю со своей женой каждый день, и она разговаривает со мной. Вот что значит иметь взаимоотношения. Бог хочет иметь такие отношения с нами, в которых есть разговор. Многие люди рассматривают молитву как разговор с Богом, когда мы говорим что-то Богу в молитве. О, всемогущий Господь, восседающий на небесах, благослови это. Но ведь мы к Богу говорим. Но вы и сами знаете, как это выглядит, когда вы как будто имеете разговор с кем-то, и тот человек говорит что-то вам, а вы не можете отвечать. Эх. Иногда Бог чувствует то же самое, когда мы говорим и говорим, а Он ведь тоже хочет принять участие в этом разговоре. Во всей Библии и во всей истории мы видим Бога, который взаимодействует со своими людьми, и Он нисколько не изменился и сегодня. Вы не можете иметь взаимоотношения без диалога. Бог говорит и сейчас. Вопрос в том, слушаем ли мы? Слушаем ли мы? А может, мы потерялись способно слышать? Может, мы стали тугими на ухо? Или, может, мы не настроились на Его волну? Для многих людей трудно различать Божью волю. И этому, конечно, есть много причин. Частично это потому, что мы живем на Западе. И мы воспринимаем все с точки зрения западной культуры. И из-за трехсот лет доминирования научной революции, мы воспринимаем этот мир как закрытую причинно-следственную систему, как механизм наподобие часов. мы можем верить в разное, но в основе нашего мировоззрения лежит предположение, что всякое следствие в этом мире имеет свою причину в этом мире. это закрытая система. Она не допускает того, чтобы Бог врывался в нее и делал свои чудеса. Наша жизнь и наш мозг также являются закрытыми системами. Мы считаем, что внутри нас самих есть объяснение всем нашим мыслям и всем нашим чувствам. И до той степени, до которой мы верим этому, до той степени мы блокируем Бога и не позволяем Ему войти в нашу жизнь. Мы живем в своей жизни как будто мы атеисты, даже несмотря на то, что мы верим в Иисуса, верим в Бога, верим в Библию и тому подобное. Мы живем как будто мы атеисты, как будто Бог и не говорит вовсе. А если мы живем как будто Бог и не говорит, тогда мы точно не будем слышать, что Он говорит. Во-первых, чтобы различать голос Бога, нужно верить, что Он есть, что Он существует, что Он с нами каждую секунду, и Он хочет разговаривать с нами. Он хочет разговаривать с нами. Он хочет сказать «Я люблю тебя». Он хочет утешить. И если мы позволим, Он пожелает сказать «Послушай, если бы ты пошел туда, а не сюда, я мог бы использовать тебя вот для такой цели». Если бы ты был настроен слушать, Он хочет, чтобы мы были такими людьми, которые слышат Его голос. Иисус сказал «Мои овцы слышат Мой голос, и они идут со Мной». Он до сих пор говорит. Попытайтесь жить с предположением, что сегодня или на протяжении дня Бог хочет вам что-то сказать. Он всегда с нами. И мы всегда должны слушать. Начните жить с открытыми ушами. Мы рассмотрим, как же распознать Божью волю на следующей неделе, а может, даже и позже, кто знает. Но сегодня утром я хочу положить еще один камень в наш фундамент. И вот его суд. Когда вы задаетесь вопросом о том, как же различить Божью волю, как узнать, что Бог хочет в вашей жизни, то огромная разница состоит в том, с какой платформы вы задаете этот вопрос. С правовой платформы или с платформой любви? Если вы меня уже слушали, то вы могли заметить, что я постоянно провожу этот контраст, потому что он чрезвычайно важен. Это контраст между правовыми рамками, подобными рамкам суда, и рамками любви, завета или брака. Как вы спрашиваете о Божьей воле? Ищите Божью волю? Как вы это понимаете? Это касается любого теологического вопроса. Мы на Западе привыкли к тому, у нас был долгий исторический период для этого, чтобы рассматривать почти каждый теологический вопрос в контексте суда. Этим я имею в виду, что мы представляем Бога как судью, а себя в качестве подсудимых. Мы осуждены, но вдруг входит Иисус подобно адвокату и заключается отцом какой-то странный договор, по которому Он берет на Себя наше наказание, чтобы мы не попали в вечную тюрьму и были отпущены на свободу. Многие люди именно так и представляют себя Евангелие. Их образ мыслей не выходит за рамки судебной системы. И если вы ищете Божью волю, имея такое представление судебной правовой парадигмы, тогда поиски Божьей воли превратятся в поиск воли судей и того, что он хочет от осужденного преступника. Ты сейчас освободился, или как минимум ты вышел на испытательный срок, но у него есть что-то, о чем он желает, чтобы ты узнал. Поэтому Божья воля представляется как решение суда, которое говорит тебе, освобожденному преступнику, как себя вести. Это воля, которая навязывается тебе. Или ты послушаешься, или у тебя будут проблемы. И если вы ищете познание Божьей воли, имея такое представление, которое имеет подтекст закона, то, когда вы вопрошаете о воле Бога, вы часто ощущаете страх. На протяжении многих лет я разговаривал с различными людьми о вопросах, связанных с Божьей волей. И очень часто, можно даже сказать, «Обычно там присутствовала различная доля страха». Как познать Божью волю? И в этом вопросе присутствует страх. Потому что, если я не пойму, в чем воля Божья, я тогда ее не исполню, и если я ее не исполню, тогда у меня будет много проблем. А что, если я все испорчу и не уразумею его совершенный план для моей жизни и не смогу восстановить свою жизнь? Может, я уже не смогу исправить свою жизнь, так как слишком часто все портил? Достаточно ли я стараюсь, чтобы постичь Божью волю? А что, если я принимаю неверные решения? Может, я купил не тот дом и женился не на той женщине? Во всем этом присутствует ощущение ужасных последствий, если мы неправильно поймем Божью волю. Вот какой страх окружает этот вопрос. В конце проповеди я вернусь к этой теме и кое-что добавлю. Но пока я хочу, чтобы вы увидели эту парадигму мышления, в которой Бог ассоциируется с судьей, мы ассоциируемся с подсудимыми, а Иисус — наш адвокат. Но поиск Божьей воли происходит совершенно по-другому. И вообще, понимание всего, начиная от спасения, очень отличается, если мы рассматриваем его не в правовых рамках суда, а в рамках завета или глубокой дружбы, где друзья посвящают себя друг к другу, или в рамках брака, в которых присутствует отношение завета. И хотя Библия иногда употребляет юридическую терминологию, чтобы описать некоторые аспекты взаимоотношения Бога с нами, так и есть. Но главная парадигма, которая используется в Библии для описания взаимодействия Бога с Его народом, не правовая, а заветная. Правда в том, что Бог не хочет иметь с нами правовые отношения, построенные на законе. Он хочет быть возлюбленным. Он хочет быть нашим другом. Он хочет быть нашим небесным мужем. И в этом огромная разница между этими двумя представлениями. Мы уже не подсудимые в зале суда. Нет. Если вы отдали свою жизнь Иисусу Христу, тогда не живите, как подсудимый на судебном процессе, который всего лишь получил условное освобождение. Вас пригласили к трону благодати, на вас излили большой поток любви и прощения, вас простили и оправдали. Теперь вы Его друг и Его дитя, и Библия говорит, что вы теперь можете с уверенностью приступать к Его трону благодати. В этом не должен присутствовать страх. Бог, в первую очередь, не судья для нас, но Он наш муж, наш друг, наш возлюбленный, наш спаситель, наша скала, на которой мы стоим. Он наше убежище. Он, в первую очередь, не наш судья. Он хочет страстных отношений и любви с нами. И в этом состоит колоссальное различие, ищете ли вы волю вашего возлюбленного или волю суди, перед которым вы всегда являетесь обвиняемым. В послании к эфессианам в пятой главе описаны те взаимоотношения, которые Бог хотел бы иметь с нами. Павел говорит нам о мужьях и женах и о том, как выглядели их царственные отношения в первом столетии, когда вся власть была в руках мужа. Павел привносит Евангелие в брак, и в 31 стихе он говорит вот что. Вот почему оставит человек отца и мат и соединиться с женой и станут двое единой плотью, цитируя Бытие 2.24. Павел говорит, здесь есть великая тайна. Даже если говорит о мужа и жене, это великая тайна. Создается новая реальность взаимоотношений, когда муж и жена соединяются становятся одной плотью. Павел говорит, что это тайна. Но он даже больше усиливает это высказывание. Я говорю не только об этой тайне, но я так понимаю, что слова эти относятся к Христу и Церкви. Бог хочет в каком-то смысле подобно этим отношениям одной плоти иметь отношение с вами, и со мной, и со своей Церковью. Он хочет таких отношений, в которых создается новая реальность типа «мы» между Богом и нами, наполненная любовью, страстью и близостью, такая реальность, которую в Божьем идеальном представлении имеют муж и жена. Они создают такую реальность «мы», которая уже не отдельнее «я» и «я», но «мы». Вот каких отношений Бог хочет со своим народом. Это отношения, в которых Он находится в нас, а мы находимся в Нем. Его сердце становится нашим сердцем, Его воля становится нашей волей, Его видение становится нашим видением. Вот каких отношений Бог хочет с нами. При том, что сексуальная сторона отношений только для брака. Это единство может также охарактеризовать глубокую дружбу. Вот почему Иисус называет нас друзьями. Это еще одна метафора, которая используется в Библии. В Евангелии от Иоанна, в 15 главе, Иисус говорит, «Слугами больше я вас не зову, вас же назвал я друзьями, потому что я сообщил вам Божью волю, и теперь вы как бы внутри». И в том же контексте 15 главы Евангелия от Иоанна Он говорит, «Прибудьте во Мне, и я в вас». Вот истинная дружба. Слово «прибывать» значит оставаться, проживать, постоянно жить там. Это противоположно посещению. Вы можете наведываться к кому-то когда-то, но Иисус тут говорит, «Мне не нужно гостей, которые приходят за консультацией. Мне не нужно мимолетных приветствий за пять минут до сна. Нет, живите во Мне. Поставьте свой шатер во Мне, и я поставлю свой шатер в вас. Тогда мы будем жить внутри друг друга. Взаимное проникновение. Сердечные отношения. Вот что Бог хочет иметь со Своим народом. Жить в нас, как и мы живем в Нем. Это красиво выражается в 17 главе Евангелия от Иоанна, где Иисус говорит, «Отец, я молюсь, да будут все едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они, да будут в нас едино». Эта молитва Иисуса очень глубока. Он говорит, «Отец, я хочу того, что Ты хочешь, чтобы наши отношения с ними отображали наши отношения друг с другом». Бог хочет таких взаимоотношений с нами, которые бы отражали совершенные взаимоотношения любви триединного Бога. Бог, Отец, Сын и Дух Святой находятся в совершенном союзе. В церковных преданиях используется латинское слово «параклисис» — проникновение друг в друга, как будто танцевать друг в друге, где нет разделения их воли, где есть союз любви. И Бог в наших отношениях хочет иметь именно такой союз. И Он хочет, чтобы мы, исходя из таких отношений, имели подобный союз и друг с другом. Иногда я называю это триединификацией творения. В этом и есть цель Бога. Его любовь выражается в постоянных отношениях с нами, потом в наших отношениях с другими, и это влияет на все творение. Вот какие взаимоотношения любви Бог хочет иметь с нами, и такая любовь несоизмеримо отличается от любви, которая базируется на правовых отношениях. И когда мы в рамках этих взаимоотношений любви задаем вопрос «В чем же воля Бога?», тогда ответ, собственно, такой. Эти отношения, которые проникают друг в друга, пребывают друг в друге. Эти самоотверженные отношения, которые отображают любовь триединного Бога. Вот первоочередная воля Бога для нас. В чем Божья воля? В том, чтобы мы были именно такими. Когда же вы задаете этот вопрос в контексте суда, тогда вы получаете ответ, который говорит, что вы должны делать. И поэтому мы спрашиваем Бога, «Что мне делать?» Мы являемся деятели в этом контексте суда. Но в контексте любви, подобно браку и дружбе, речь не о том, что мы деятели, а что мы существа. И первоочередная воля Бога не в том, что мы делаем, но в том, кто мы есть. А Его воля относительно того, кем вам быть, в том, чтобы вы были Его, принадлежали Ему, а Он был ваш, и вы пребывали бы в Нем, а Он пребывал бы в вас. Вот в чем первоочередная воля Бога для нашей жизни. И, как мы дальше увидим в этой серии, у Бога есть специфическая воля относительно того, что мы должны делать. Но мы должны понять, что Божья воля относительно каких-то наших отдельных действий исходит из Его воли о том, кем мы должны быть. В начале Он хочет иметь общение с нами, хочет иметь взаимоотношение с нами, и когда мы имеем такое общение с Ним, тогда мы и начинаем осознавать, в чем Его специфическая воля относительно конкретных наших дел. Но сперва должно происходить общение. Бог хочет поделиться собой с нами. Он хочет излить себя в нас. Его воля состоит в том, чтобы излить в нас свою радость, силу, мир и любовь. Его воля в том, чтобы изменить нас изнутри, и чтобы мы ответили Ему той же любовью. Божья воля выражается в том, что Он умер за нас, и чтобы мы смогли увидеть Его любовь на кресте и ответили взаимностью. И когда Он изливает себя в нас, а мы изливаем себя в Него, тогда начинаются такие отношения, которые действительно отображают совершенную любовь Триединного Бога. Вот в чем Божья воля для нас. Вот какие отношения одной плоти Бог хочет для нас. Аминь. Аминь. Смотрите, насколько огромная разница в том, как вы задаете этот вопрос о Божьей воле. Во всей теологии ответ зависит от того, как вы задаете вопрос. Как вы себе представляете Бога? На чем вы основываете свое размышление о Боге? Если вы этот вопрос задаете, сидя на скамье подсудимого, тогда судья просто сообщает решение суда. Вот моя воля. Починись. Но возлюбленный и друг в первую очередь отдают себя. Они изливают себя. Судья просто дает указание. Вот моя воля. И ты должен ее исполнить. Но с другом или супругом, супругой, с возлюбленным, вы не просто субъект действия. Нет. Вы в первую очередь являетесь тем, кого посчитали настолько достойным, что излили свою жизнь ради вас. Вы для них человек непревзойденной ценности. И всякое познание того, что они хотят, чтобы вы сделали, происходит из контекста их любви к вам, таким, какими вы есть. И где главное — это отношения. Возлюбленный и друг, супруг и супруга хотят общаться с вами. Давайте рассмотрим это слово. Общение. Комунион. Происходит от латинского слова кум, что значит вместе или рядом, и от слова унион, союз. И если вы общаетесь с кем-то, значит, у вас есть единение, союз, вы рядом с ним. Это ни объединение, ни слияние, когда у вас уже нет собственной личности и собственной воли, и вы теряете свою личность. Нет. Тут уважается индивидуальность, но уважается в таком виде, когда двое полностью объединены. Общение. Сердцем любого хорошего брака и сердцем любой крепкой дружбы есть общение. И это сердце наших отношений с Богом, когда мы соединены друг с другом. Поэтому Иисус и говорит, «Прибудьте во мне, как и я пребываю в вас». Общение. Комунион. И когда мы находимся в таких союзных отношениях... Дух Святой, помоги нам обращать внимание. Господь, помоги понять это. Когда мы находимся в союзных отношениях, или в отношениях, которые двигаются в этом направлении, тогда общение приобретает иной окрас. Общение между двумя сторонами, которые объединены, проистекает из этого союза и укрепляет этот союз. Вот почему я назвал эту проповедь «Общение и отношения». И это общение уникально для таких союзных отношений. Отношения тут занимают центральное место. Это и есть цель. Так? Но именно из-за того, что вы становитесь единым целым, с объединенными сердцами, когда вы общаетесь, это выражает существующий союз и усиливает его. Общение и отношения. Именно такие отношения Бог хочет иметь с нами. Именно такое общение Бог хочет иметь с нами. Когда же вы размышляете над волей суди, самого судью вам знать и не обязательно. Тут нет личной связи. Мы просто спрашиваем, и что же судья хочет. Очень часто мы формулируем вопросы таким образом. Что же судья хочет? В рамках суда мы задаем все эти неправильные вопросы. Что там судья сказал о том, когда грех становится грехом? Где та черта, после которой официально начинается блуд? После чего я могу потерять свое освобождение? После того, как сделаю это? Или после того, как совершу тот грех? Что мне может сойти с рук, и я не потеряю свое освобождение? Эти вопросы похожи на уловки адвоката подсудимого в суде. Муж или жена никогда бы не задали такой вопрос. Ну, по крайней мере, я надеюсь, что не задали бы. Дорогая, а сколько мне может сойти с рук до того, как ты захочешь развести со мной? Нет! Если вы задаете такой вопрос, то ваш брак просто кошмарен. Неправильные рамки понимания контекста приводят к неправильным вопросам. Для того, чтобы познать волю суди, вам не нужно личного знакомства с ним. Просто почитайте судебное постановление. Но если вы хотите знать, что же другой человек глубоко внутри хочет, тогда вам необходимо близко знать этого человека. А если вы хотите знать этого человека близко, тогда и узнайте его волю. Вот что я подразумеваю под словом «общение». Это совершенно другой уровень. Вот почему, чем больше вы находитесь во внутренней жизни человека, и он в вашей внутренней жизни, то тем легче вам распознать его глубокую волю. Вы будете знать его и даже предугадывать. Вот почему в настоящей глубокой дружбе и здоровом браке, который длится достаточно долго, вы можете достичь такого уровня общения, что там даже иногда и слова не нужны. Другому человеку и говорить ничего не нужно, вы и так знаете, что он хочет. Потому что в таких отношениях общения есть такой голос, который глубже человеческого. Вы можете ощущать и понимать без слов, различать нюансы. Мы с моей женой уже в браке 32 года. Вместе прошли через трудности, вместе воспитали детей, и мы выделяли время, чтобы действительно погрузиться в жизнь друг друга. И бывает время, когда я могу просто почувствовать, что она хочет. Ей даже говорить об этом не надо. Я могу почувствовать, что она хочет в глубине души. Например, я чувствую, что она хочет, чтобы я присоединился к ее проекту. Может, ей одиноко. Или я чувствую, что ей нужны слова утешения. Или я чувствую, что она хочет немного больше личного пространства. Ей ничего не надо даже говорить. Я чувствую это. Конечно, мы живем в падшем мире, и наши браки тоже несовершенны, поэтому могу ли я всегда такое чувствовать? Нет. Иногда я вообще ничего не понимаю. Но до той степени, до какой мы возросли в наших союзных отношениях, до той степени возрастет осознание и общение, которое происходит из нашего союза. Общение и отношения. Вот каких отношений хочет с нами Бог. Вот какого общения хочет с нами Бог. И вот почему Божья коммуникация с нами обычно не очевидна. Это разговор возлюбленных. Это разговор единства. Он не хочет выставлять это на всеобщее обозрение, чтобы все могли слышать и понимать, даже если они не хотят, хотя время от времени он спускается на такой уровень. Гром небесный, облако и пламя в небе. Люди еще хотят что-то большое, и говорят, «Почему Бог не сделает что-то впечатляющее, типа пусть деревья поднимутся в воздух» и тому подобное. Но даже если он такое сделает, то те люди, которые не хотят понимать, они и не поймут. Когда Бог произнес, «Это сын мой возлюбленный», фарисеи говорили, «Это гром». Всегда найдут какую-то правдоподобную отмазку, чтобы не услышать. Дело в том, что я тоже не хочу, чтобы мир знал мою жену так же, как я ее знаю и могу прочитать. Ведь для того, чтобы сделать ваши отношения нежными, любящими и наполненными общения, нужно прикладывать определенные усилия, которые не распространяются на других, другие в них не участвуют. И Бог хочет таких взаимоотношений с нами и такого общения, как возлюбленный. И наша способность слышать его зависит от нашего общения с ним. Для этого нужно время и характер. Поэтому почти всегда требуется время для того, чтобы научиться исполнять Божью волю. Когда мы только что поженились, я не умел читать свою жену как открытую книгу. И я все еще в процессе обучения этому. Это все происходит из-за общения друг с другом. Наша проблема заключается в том, что мы всего хотим достичь быстро и подобно рецепту. Дайте мне три магические формулы, девять шагов, чтобы я мог различать Божью волю. Я буду три дня поститься, потом выпью вот этот сок, потом встану на голову и просто укажу на вот этот стих из Библии, и вот она Божья воля. Целью книги написаны, которые говорят вам подобное. Просто какие-то трюки. В чем секрет познания Божьей воли? Как будто это какой-то трюк. Это чистое язычество. Вы можете углубляться в историю язычества, сколько хотите, и всюду вы найдете людей, которые предугадывали волю богов, используя разные техники и стратегии, и даже магию. Можете почитать труды Цицерона о природе богов, просто умора. Он высмеивает всех этих людей, которые пытаются распознать волю богов, изучая внутренности убитых животных или наблюдая, какие птицы куда летают. У них были сотни способов, как распознать волю богов. И христиане часто делают то же самое. Что это значит? Что значит тот знак? Что Бог пытается мне сказать? Мы же все знаем, что у него речевое нарушение. Что же он пытается мне сказать? Нет, у нас проблемы со слухом. У него нет проблем с речью. Магия. Магия — это попытка распознать волю бога или богов и получить силу бога или богов без отношений. Просто дайте мне какое-то заклинание, чтобы я мог использовать это для своей выгоды. Я хочу знать волю бога. Зачем? Ну, чтобы дом потешевле купить. Это магия. Это язычество. Бог такого не хочет. Бог хочет тебя и тебя. Хотите знать его волю? Вот его первая воля. Я хочу тебя и тебя. Я хочу быть в тебе и хочу, чтобы ты был во мне. Я хочу слияния наших жизней и хочу взаимоотношений подобно одной плоти с тобой. Я хочу изменить тебя в образе Иисуса Христа. Я хочу спасти тебя. Не просто для того, чтобы ты не попал в ад, но чтобы ты участвовал в моей жизни. Я хочу, чтобы ты мог все это увидеть. Хочу поделиться с тобой моей жизнью, моим миром, моей радостью. Вот моя воля. Способность познать мою волю, и мое сердце происходит именно из этого. И вы становитесь чувствительными к распознанию моей воли. Я не буду ее демонстрировать всем подряд, совершая различные чудеса и показывая знамения. Ну, иногда я это могу сделать, но я хочу, чтобы это был только ты и я, чтобы ты меня мог познать, услышать, понять. И в течение следующих недель мы будем говорить об этом тихом голосе. Отношения и общение. Если мы принимаем эту модель, и это последнее, о чем я буду говорить, потом у нас будет время для вопросов и ответов, если мы принимаем эту модель развлечения Божьей воли, то эта модель брачного завета любви выступает против некоторых положений. Первое, против чего она выступает, это развлечение Божьей воли на основе страха, когда мы пытаемся это сделать из-за нашего страха. Мне необходимо знать Божью волю, иначе я могу сбиться с пути. Что, если я все испорчу? Часто это совмещается с представлением, что у Бога есть предпочтение касательно каждой мелочи в нашей жизни. У него мнение касательно всего, и поэтому мне нужно искать его волю относительно всего. И поэтому постоянно присутствует страх. А что, если я тут неправильно поступил, и это сделал неправильно, потому что я недостаточно покорился Богу? Как бы выглядел брак, если бы один из супругов жил в таком страхе? Что хочет мой супруг? А какие носки одет? А что, если я выберу не те? А что, если они такой ужин приготовили? А что, если они придут домой вовремя? А что, если они тот фильм выберут, когда мы в кино идем? Что же это за брак такой? Мы бы жили под страхом понимания воли нашего партнера. И я видел подобные браки. Я знаю одного парня, который вроде бы был нормальным до брака, но после женитбы он вдруг превратился во властного мужа, который контролировал абсолютно все, что делала его жена, и заставлял ее подчиняться. Каждый день он выбирал, во что ей одеться, и превратил ее в домашнее животное. Он хотел точно знать, где она была, даже по дороге домой с работы. Он в этой паранойи звонил ей среди дня и требовал отчета о ее местопребывании. А вдруг она не была там, где говорила, что будет? И знаете, что сделал такой жесткий контроль? Он убил этот брак, потому что люди не домашние животные. Это плохой брак, если приходится жить так, как она жила, постоянно испытывая страх. Ой, пожалуйста, я не хочу его разозлить. Нет и нет. Видите ли, Дух Божий не дал нам духа рабства. Он ведет нас, хочет вести нас, но как нежный отец ведет своих детей, которые зовут его Авва-отче, они через чувство страха и рабства. Апостол Иоанн в Новом Завете говорит нам, что совершенная любовь изгоняет всякий страх. В любви нет страха, совершенная любовь изгоняет страх. Это значит, что в хорошем браке, в хорошей дружбе, в хорошем воспитании детей, в царстве нету места страху, от которого съеживаешься. Да, там должно быть осознание последствий своих дел, но там не должно быть такого страха, от которого съеживаешься. В царстве нет места для страха. Апостол Павел говорит, что его мотивирует, движет и стимулирует только любовь Христа. И все, что мы делаем в царстве, если это здравая ситуация, должно делаться из-за любви, а не страха. Конечно, мы хотим знать волю Бога, мы хотим ее знать. Но это должно исходить не из зала судебных заседаний, где мы спрашиваем, хорошо, а какие условия моего условного освобождения? Нет, это должно двигаться страстной любовью, проистекать из того, что мы видим, какой Бог прекрасный, что Он сделал для нас. И мы хотим знать Его волю, потому что мы хотим знать Его самого, потому что мы хотим общаться с Богом и пребывать с Ним. Поэтому лучшее, что вы можете сделать, чтобы знать волю Бога, чтобы начать слушать Божью волю относительно того, чего Он желает, чтобы вы сделали, лучшее, что вы можете сделать, Это сменит приоритеты, сделать этот вопрос второстепенным, а на первое место в своей жизни поставить общение с Богом. Проводить с Ним время и делать то, что все супруги делают, когда вместе проводят время, когда живут вместе. Есть разные способы делать это, но я могу порекомендовать два, которые в моем случае очень хорошо сработали. Один из них — регулярно выделяйте время для свидания с Иисусом. Может, каждый день или каждую неделю. Выберите то, что вам лучше всего подходит. Но выделяйте это время. Можете включить красивую музыку для фона. Это время, когда только Иисус и вы. Когда вы наслаждаетесь Иисусом, а Он наслаждается вами. Это не время, когда вы пытаетесь соответствовать, пытаетесь чего-то добиться, обещаете или ходатайствуете. Нет, это просто время, когда вы наслаждаетесь, делая то, для чего Он и спас вас, чтобы вы были с Ним, а Он был с вами. Можете включить красивую музыку и открыть свое воображение для Духа Святого? Ведь Его задача — указать нам на Христа и сделать Его реальным для нас. Чтобы мы могли видеть, слышать и ощущать ту реальность, о которой говорит Новый Завет. Реальность того, кто мы есть. Слышишь ли ты слова Иисуса, которые Он говорит тебе? Просто имей радость в Боге и общайся с Ним. И когда вы будете лучше знать Его и больше общаться с Ним, тогда вы лучше будете знать Его конкретную волю относительно каких-то отдельных вопросов. Но в центре — общение. Если вы хотите больше узнать об этом, можете читать книгу, которую я писал, или прослушать серию проповедей с названием «Оживлят». В ней я описываю, каким образом можно иметь эти прекрасные встречи с Иисусом, и как, используя наше воображение, Бог может полностью нас изменить. Другой способ, как можно научиться общаться с Богом, в том, чтобы разрушить все категориальные различия между религиозным и светским, святым и несвятым. И мы просто должны принять решение, раз вся земля принадлежит Богу, она вся святая, и пригласить Его постоянно присутствовать во всех сферах вашей жизни. Куда бы вы ни шли, и что бы вы ни делали, Он всегда с вами. Он всегда присутствует и всегда общается с вами. И в ваших же интересах знают это и помнят об этом. Это называется практика Божьего присутствия. Когда вы культивируете в себе осознание Божьего присутствия на протяжении всего дня, Он всегда общается с вами, и вы ничего не делаете сами по себе, но все делаете с Ним. Не хочу делать себе рекламу, но об этом я тоже написал книгу, потому что эта тема о практике Божьего присутствия очень важная. Эта книга называется «Совершенное настоящее». И если вы захотите больше узнать об этом, вы можете найти эту книгу в продаже. «Поставьте себе за цель общаться с Ним». Аминь. У нас остается время для одного или двух вопросов. У нас есть вопросы? Привет, Грег. Классная футболка. О, моя футболка. Ты что-то там хитро пытаешься намекнуть о Божьей воле? Тут на футболке написано «Дедушка», если вы не можете разобрать. Мои дети подарили ее мне неделю тому назад по случаю Дня Отца. Это было особенное время. А я уже дедушка. Так что да. Я тут такой старый дедушка. Но это абсолютно ничего не говорит о Божьей воле, поэтому двигаемся дальше. Следующий вопрос. Если вы все испортите, пытаясь следовать за Божьей волей для вашей жизни, есть ли возможность все вернуть? Прекрасно. Вот о таком страхе я и говорю. С таким вопросом я уже не раз сталкивался. У нас есть такое понятие, с которым связано много теологии, что у Бога есть полный план вашей жизни, который есть совершенной Божьей волей. Но я не уверен, что это полезная идея. Вам вроде надо следовать этому плану, следовать за этой идеальной волей, которая ведет вас сюда, потом туда. И если вы нормальный человек, тогда, безусловно, настанет такой момент, когда вы поймете, что не может быть, чтобы это было Божьей волей. Вы все испортили, что-то случилось. И если вы все делаете согласно этому представлению об изначальном плане, который проистекает из судебной парадигмы, где судья сообщает вам свою волю, то как вернуться назад? Я видел много катастроф, когда люди пытались вернуться назад. Может, я уже об этом говорил, но я знал одну семейную пару, которая решила, что их брак не может быть совершенной волей Бога, потому что после шести месяцев совместной жизни они уже не могли терпеть друг друга. И вот у них обоих появилась эта сумасшедшая, даже демоническая идея, вначале она появилась у жены, что совершенной Божьей волей для нее был тот парень, с которым она встречалась еще в школе пять лет назад. Вот за кого она должна была выйти замуж, но потом она сокращила и полностью разрушила эту Божью волю, потому что она не слушала Бога. В скором времени они расстались, и она вышла замуж за ее нынешнего мужа. Но он уже не был для нее совершенной Божьей волей, поэтому она хочет развести с ними и вернуться к ее прежнему парню. Ужас. К тому же у них уже есть ребенок. И тот парень тоже уже был в браке, но развелся, и вот они воссоединились и назвали это Божьей волей. Нет. Если рассматривать принцип Библии, что Бог имеет волю для моей жизни прямо сейчас и прямо здесь, тогда я приму решение следовать за Его волей, и, возможно, я немного напортачу, испорчу что-то, но Бог включает и это в свою волю. Раньше был план А, а теперь уже план Б. Бог невероятно умный, просто невероятно. И Его план Б такой же хороший, как и план А, они просто разные. Может, вначале ты должен был быть миссионером в Тайване, но что-то пошло не так, что-то нарушилось, и эта дверь оказалась закрытой. Но знаете что? Из-за этих обстоятельств, насколько бы они не были болезненными, может, это было грехом, может, это не должно было случиться, но теперь вы можете быть миссионером в Миннесоте, и, может, ваше служение будет среди женщин, которые прошли через то, что и вы прошли. Кто его знает? Это Его новая воля. А если вы и это испортите, тогда есть еще и план В, а потом план Г. И красота состоит в том, что даже если вы доберете до плана под последней буквой Я, вы снова можете перейти к первой букве алфавита, и можете даже весь алфавит пройти 18 раз. Но последний план все равно будет так же хорош, как и первый. Это новая совершенная воля, а потом опять новая совершенная воля. Он всегда адаптируется, принимает в расчет то, что вы натворили, и даже из плохого вытягивает что-то хорошее. Видите, в чем страх? Но нет нужды, чтобы страх управлял вами. Не переживайте, Павел сказал, что нас вперед движет любовь Бога, и такая любовь движет нами в здоровых взаимоотношениях. А что, если я не пойму волю Божью? Тогда Зевс поразит меня своей молнией. Разве это хороший брак? Нет, я не должен искать его волю из-за страха, но из-за любви. Я имею право познать Божью волю. У меня есть привилегия, что Бог хочет использовать меня. Я хочу, чтобы Бог меня использовал. Это же возможность послужить царству. Это любовь Бога, и мы хотим искать его волю, потому что мы ищем его. Его воля — это просто он сам. Видите, как все выглядит? Отношения и общение. Вопрос о тренде. Я не умею хорошо молиться. Как еще мы можем общаться с Богом? Можем ли мы различать Божью волю через какие-то знаки или жребия? Ну, знаете, не бывает такого, что кто-то хорошо умеет молиться или нет. Молитва — это просто разговор с Богом. Поэтому разговаривайте с Ним. Тут нет никаких особенных правил, не нужно знать какой-то особенный язык или старинные слова. Просто разговаривайте. Но даже если вам и говорить трудно, вы же можете просто думать и общаться с Ним таким образом. А потом вы должны пытаться слушать. Мы еще поговорим о том, как различать Божью волю. Помните, что первоочередная цель в том, чтобы общаться с Ним, отдать Ему ваше сердце и постоянно жить с Ним. И это поможет развить вам способность слышать возлюбленного, чтобы вы могли различать Божью волю. Но нельзя сказать, что вы плохо можете молиться. Если вы можете говорить с Богом и пытаетесь слушать, этого уже достаточно. Теперь поговорим о бросании, жребии и тому подобное. Это интересный вопрос. Эх, у нас очень мало времени осталось. Как же уложиться? Вот в чем дело. Мы уже говорили о Божьей идеальной воле и Его адаптированной воле. Мы видим, что Бог даже в Библии время от времени допускает некоторые языческие способы различать Его волю. Ему приходилось работать с ними, и Он нашел способ. Если вы читали Ветхий Завет, то вы встречались с практикой вопрошения Божьей воли через специальные камни, которые назывались Урим и Тумым. Это было что-то похоже на то, когда вы бросаете жребий и тянете соломинку. Даже апостоли прибегли к такому методу, когда они пытались выбрать другого апостола вместо Иуды. Но нигде не сказано, что это Бог им указал на такой метод. Они просто сделали это сами по себе. В Ветхом Завете мы так же читаем о шерсти, которую расстилал Гидеон. Он испытывал Бога три раза, чтобы понять Божью волю. Он не уверен в ней, несмотря на то, что сам ангел Господин уже сообщил ему волю Бога. Поэтому он и расстилал ту овечую шкуру и говорил, пусть роса будет на траве, а тут не будет, и наоборот. Но нигде в Библии не сказано, что мы должны таким способом узнавать волю Бога. Это действительно детский, языческий способ узнать ее. Но Бог снизошел и до этого уровня. Если твое сердце слишком зачерствело, чтобы слушать меня, ладно, я сыграю под твоим правилом. Он всегда является воплощающим Богом, который сходит в нашу ограниченную реальность и в наш несовершенный мир. Его цель в том, чтобы взращивать таких людей, которые ищут Его, которые хотят прильнуть к Его груди, чтобы услышать Его шепот. Мы должны приближаться к Нему и развивать нашу способность слышать Его. Сегодня я бы не стал полагаться на все эти знаки и магические трюки. Бог время от времени адаптируется, как мы это видели в истории, но Он сегодня с нами так не хочет говорить. Он может иногда так говорить в зависимости от нашего положения, но это не значит, что это должна быть наша программа и наш подход к развлечению Божьей воли. Думаю, есть еще время на один вопрос. Вопрос от Дэйва. Как в рамках заветных отношений можно понять Бога судью в конце времени? Да, мне следовало закончить. Осталась одна минута, чтобы дать ответ. Я бы сказал, что тут нет никаких проблем. Все правильно. Такой ответ удовлетворяет? Не могу сейчас использовать все ссылки из Библии, чтобы подтвердить мой аргумент, но насколько я это понимаю, в конце времени Бог явит Себя и скажет, «Ну, вот и я, и тебе придется с этим смириться. Вот я, тебе придется с этим справиться». Будет явлена Его истинная сущность. Вот почему это и называется апокалипсис, откровение. Бог нам открывается таким, каким Он есть. И это откровение покажет нам истинную любовь Бога. Это любовь как огонь, как пожирающий огонь, как очищающий огонь. Бог говорит, «Вот я, тебе придется с этим справиться». Это окончательная реальность. И все, что согласуется с Его характером, будет очищено огнем Божьей любви. А что они согласуются, сгорит в огне Его любви. Те, кто будут соответствовать Богу и Его благодати, если будут соответствовать делам Иисуса Христа и иметь характер Царства Божьего, испытают это на себе как спасающую благодать. А те же, кто до конца будут отказываться от этого, испытают это как гнев Божий. Если Бог есть любовь, если это Его сама сущность, тогда мы никогда не должны противопоставлять Его гнев и Его любовь. Нет, мы должны рассматривать Его гнев как Божью любовь, Его праведность как Божью любовь, Его милость как Божью любовь, потому что это все разные аспекты Его любви. Вопрос в том, кто вы и как вы принимаете эту любовь. Если вы скажете этой любви «нет», тогда вы испытаете эту любовь в виде гнева. Нельзя рассматривать эти аспекты как конкурирующие друг с другом. Все, хватит. Мы будем заканчивать молитвой, и когда сюда выйдет молитвенная команда, я призываю вас помолиться с ними, если у вас есть какая-то нужда. Для этого они тут. Они с удовольствием помолятся вместе с вами и будут ходатайствовать за вас. Уходя отсюда, нет никакой причины забирать свои проблемы с собой. Выходите сюда и присоединяйтесь к ним. Отче, молюсь о том, чтобы, покидая это место, мы были такими людьми, которые прислоняются к Тебе и слушают Твой тихий голос. Но больше всего я молюсь о том, чтобы мы имели жажду общаться с Тобой, быть едиными с Тобой и покоряться Тебе. Молюсь, чтобы страстная любовь была нашей мотивацией больше познавать Тебя и различать Твою волю, потому что мы любим Тебя. Используй нас. Помогай нам возрастать. Мы молимся во имя Иисуса. И весь Божий народ сказал, «Да благословит вас Господь! Наслаждайтесь выходными и стройте царство!» Я хочу исполнить волю Твою, прошу, ограби меня своей кровью. Я хочу увидеть славу Твою, наполни меня своей любовью. Я без Тебя не знаю пути, куда мне идти и как мне жить. Прошу, научи меня любить, как любишь Ты. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...